Насколько долгой и проблемной может быть эпопея созданием антикоррупционного суда, отлично видно по ситуации с судами обычными. Уже несколько лет в Украине острый дефицит судей. И иногда доходит до того, что просто работать некому. Этой зимой политики в очередной раз пытались найти выход из судебного кризиса. Вот есть ли шансы на успех, выясняла Инна Томина. Вместо местных окружные. Районные суды в Украине уходят в историю. В канун Нового года президент дал старт второму этапу судебной реформы. Как для судов, конечно, которые не знали, как это будет происходить. Так же и для, например, общественных активистов. Ошокировала в первую очередь глобальная реорганизация. Ведь ликвидировать должны сотни районных судов по всей стране. Государственная судебная администрация успокаивает. Мол, изменения лишь во благо. Создание крупных окружных судов должно уменьшить затраты на содержание. И решить вопрос нехватки судей. Ведь сейчас в стране тотальный кадровый дефицит. На 1 сечня 2018 года переходящий залишок або кількість нерозглянутих справ больше, чем 500 тысяч. Это очень большая кількість нерозглянутих справ. Справа в том, что у нас больше 650 районных судов существует. И из них 78 находятся в окружных территориях. В Луганске и Донецкой областях они фактически не работают. 60% этих районных судей заполнены вакансиями судей на по 2, по 3, по 5 судей. То есть они фактически тоже не работают как нормальные судовые институции. Как следствие, те, кто остался на местах, работают в режиме нон-стоп. Иногда по 16 часов в сутки. Но все равно дела накапливаются, а сроки истекают. Но теперь вместо 663 районных судов станет 280 окружных. В каждом округе вершить правосудие будут от 7 до 12 судей. Все зависит от потребностей и особенностей конкретного округа. В Киеве ликвидируют скандально известный Печерский суд. Впрочем, как и все районные, вместо 10 станет 6. К примеру, вместо Печерского и Голосеевского райсудов будет центральный окружной. Но что это укрепление означает для простых граждан? Куда территориально нужно будет идти с жалобами и исками? Где будут проходить заседания? Вот что больше всего интересует людей, говорят адвокаты. А тут могут возникнуть трудности. Вот, например, Самбир, Мостицка и Турка – это по горам 200 км, чтобы проехать. Держава будет нести еще дополнительные затраты на отряджение судом. Потому что справа нужно перевезти. Судью нужно перевезти в суд, вернуть назад на свои рабочие места. Кто этим будет заниматься? Другой немаловажный вопрос – кадровый. По какому принципу будут переводить суддей, тоже пока неясно. Так же правозащитники считают, подобная реорганизация может привести к коллапсу, поскольку дела начнут заслушивать с нуля. Если суды объединяют, придется заново перераспределять на другого судя и заново рассматривать эту справу. До чего? В чем тут спрощение судочинства и доступа? Навпаки. Это еще затягивает на руки рассматривать этих справ. В Госудебной администрации успокаивает. Проблем возникать не должно. Будет прописан переходный период. А что касается резонансных дел, к примеру, расстрелов на Майдане или дела Януковича, то их тоже не упустят. Або завершена будет справа и будет соответствующий вырок, або мы пропонуем внести изменения в процессуальные документы. Это уже зависит от парламента, от законодательной гулки власти. Для того, если судья перейдет в другой суд, чтобы эта справа переходила за суддей. Но все эти, пусть и уже подписанные, но еще не прописанные изменения, требуют не только временных затрат, но и денежных. Потребно и назву поменять, потребно и печатки поменять, и, соответственно, подготовить новые бланки. Но, уверяют, затраты небольшие, а экономия за год серьезная. Правда, конкретные суммы пока не озвучивают. Инна Томина и Богдан Савруцкий. Подробности недели в телеканал Интер.